Привет! Как рассчитать необходимую толщину утеплителя для вашего дома? Утеплять дом в 5, 10, 15 сантиметров, потому что так сделал ваш сосед, это неправильно. Рассчитать необходимую толщину утеплителя для своего дома может абсолютно любой человек. Давайте разберемся, как это сделать. Существуют базовые показатели теплосопротивляемости ограждающих конструкций, которые разработало государство, при достижении которых вам будет комфортно жить в вашем доме и не придется тратить большие суммы на отопление своего дома. Для каждого региона этот показатель разный. В описании к этому видео я оставлю ссылку, где можно посмотреть нормы теплосопротивления стен для вашего региона. Для Иркутска этот показатель 3,79. Как рассчитать? Формула такая. Вам нужно толщину вашего материала, будь то утеплитель, кирпичная стена или брусовая стена, разделить на теплопроводность этого материала. В случае с утеплителем на каждой пачке указана его теплопроводность. Необходимо изначально рассчитать теплосопротивление вашей стены и уже понять, сколько утеплителя нам нужно для того, чтобы достигнуть хотя бы минимума нормированного показателя. Допустим, у нас брусовой дом 150 на 150, а теплосопротивляемость сухого бруса равна 0,09 ватт на метр кельвина. То есть мы делим 0,15 на 0,09 и получаем значение 1,66. Естественно, брусового дома 150 на 150 в Иркутской области недостаточно для комфортного проживания в нем. Дальше вычитаем из 3,79 вот эти 1,66, которые мы получили. Остается у нас 2,13. Вот этого значения нам нужно достигнуть с помощью утеплителя. Допустим, мы будем утеплять стену базальтовым утеплителем, теплопроводность которого равна 0,038 ватт на метр кельвин. Что мы делаем? Мы 2,13 умножаем на 0,038. И в итоге получаем минимум 8 сантиметров утепления. То есть десятки будет вполне достаточно. Еще стоит отметить такой факт, что, например, если у вас кирпичный дом, и теплосопротивляемость кирпича, которую можно посмотреть будет в сертификате на ваши материалы, не равна теплосопротивляемости кирпичной кладки. Как вы в прошлых видео уже видели, что швы и углы и недостатки при строительстве дома могут создавать большие мостики холодно. То есть ваш теоретический расчет будет лучше, чем это будет на практике. Поэтому всегда стоит смотреть в большую сторону теплосопротивляемости стен. Также важно понимать, что утеплять дом вы будете один раз, а платить за отопление каждый месяц. Поэтому не экономьте, делайте себе сразу нормально и комфортно живите в своем доме. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok